здравствуйте уважаемые друзья на одной из рыбалок я почти потерял все безнадежно вот такие вот нимфочки которые имитируют личинку комара и я буду изготавливать очень очень мелкую это двадцать второй номер крючка значит я бы вам посоветовал начать допустим изготавливать ну начиная вот с номера 18 очень хорошо подходит вот такие вот такие крючки такой формы это может быть этим к 200r значит что нам необходимо так как это относится к классу микро мушек поэтому необходимо чтобы было как можно тоньше нить и ровница нить я уже изготовил я показывал как я использую нить из своего хозяйства но если вы найдете 17 0 можно попробовать чтобы она допустим у вас была в работе обязательно так как нить это полиэстер стопроцентный поэтому я слегка промазывают цевьё для того чтобы хорошо закрепилась моя нить процессе изготовления я вам потом расскажу покажу какие в принципе нам понадобятся материалы и пока клей мы еще не схватился я выполню вот такую вот под моточку для своей нимфы немножечко она будет отличаться от той которую я вам показал нам понадобится с вами антрон он может быть как вот в пряди у меня также его можно использовать и если вы возьмете допустим если у вас есть даббинг обязательно обязательно белый стараемся его закрепить строго сверху и подтягиваем вот эту часть которая у нас была обрезана до тех пор пока не подровняем наши кончики и аккуратненько запасом немножко вот так вот отрежем потом с вами все это подровняем и беру немножечко добавляю клея для того чтобы уже окончательно так как антрон достаточно у нас специфический скользкий материал я добавляю обязательно клей для его лучшего крепления и аккуратненько движемся вот так загибу закрепим полностью все 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 волосочки которые у нас топор шились годится чтобы не проматывать 10 раз по одному и тому же месту в качестве сегментации я буду использовать я уже вам неоднократно показывал есть вот такой хороший люрекс он бывает как вы видите разной толщины это самый-самый тонкий вот который имеется для того чтобы создать имитацию тех ребрышек которые есть у нашей личинки подхватываю так чтобы у меня мой люрекс был подхвачен сверху и край заканчивался в районе грудки там где мы будем формировать с вами саму головку нимфы аккуратно следим за тем чтобы не утащила нитка наш с вами люрекс подводим считайте до середины загиба теперь аккуратненько возвращаемся и формируем как бы вот такое легенькое тело нашей ниткой ровницей как вы видите достаточно получается вот такое слегка цилиндрическая но форму вы для себя выберите сами насколько для вас она будет симпатичная так как личинка комара она более цилиндрическая но с расчетом того что у меня мелкий крючок я загиб стараюсь не уменьшить поэтому сделаем там потоньше доходим теперь до нашего антрона и как вы видите вот у нас должно остаться вот так у нас должно остаться определенное количество места вернее до самого колечка это очень 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 важно то есть мы с вами изготовим вот такой симпатичный чубчик поднимаем вверх весь антрон и уже где само колечко сделаем пять шесть восемь оборотов для того чтобы вот так у нас поднялся вверх наш чубчик скажу сразу здесь больших сложностей нет при условии если вы будете чисто оптически соблюдать ту пропорцию которую вы для себя выберите но с расчетом того что мы будем использовать в качестве покрытия тела лак а не эпоксидную смолу поэтому оставляем значительно меньше места и доходим теперь до нашей головки которую будем формировать для начала закрепим также продаются вот в наборах вот такая блестящая хорошая хороший у нас материал поэтому я возьму допустим себе необходимое количество отрежу сразу так как неудобно работать будут потом когда он находится у нас на катушке материал этот достаточно хрупкий поэтому очень аккуратненько стараемся его закрепить так чтобы не повредить вот чтобы у нас как вы видите не утащила нашу пленку нитка вот так должна она у нас располагаться сверху оставляем ее в этом закрепленном положении и нам необходимо с вами изготовить щечки то есть ту часть которая есть у нашей личинки я уже вам неоднократно показывал у меня этот материал находится на других катушках а вообще в природе он продается вот в таких наборах волонтерейных магазинах нам необходимо с вами подвести под саму нить и удерживаем в одном положении так чтобы у нас наша силиконовая резиночка находилась в том месте где мы будем с вами крепить перекидываем удерживаем в натяжку все и подтягиваем к месту теперь где мы будем с вами формировать наши щечки держим нашу резинку в натяжку и теперь две эти половиночки мы аккуратненько стараемся не повредить нашу пленку закрепим у самого-самого низа для того чтобы мы могли потом их вот так вот с одной с другой стороны перевести ну а теперь нам остается только лишь используя нашу нить с поставим в удобное для нас положение и сформируем теперь саму головку нашей личинки значит что касается ее величины пропорциональности пробуйте для себя сами потому что скажу честно сколько я их не изготавливаю они у меня всегда получается немножко разные и в то же время не имеет значения все все буквально они ловят рыбу берем теперь с вами наши щечки с левой и с правой стороны подводим вот так там где у нас находится колечко удерживаем натяжку помогаем немножечко пальцем закрепим и посмотрим отлично вот так такого качества и места крепления для нас вполне достаточно можно крепить две сразу но я скажу сразу не любитель куда-либо торопиться поэтому я всегда стараюсь закрепить каждую в отдельности это уже не важно закрепили так и теперь мы переламываем нашу пленочку посмотрим все ли нас здесь устраивает устраивает поднимаем вверх наши силиконовую резинку и стараемся уже по месту изгиба закрепить наш силикон скажу сразу это будет несколько проблематично поэтому с первого раза может даже и не совсем выйти нить желательно в этот момент слегка слегка подкрутить вот так и каждую в отдельности не стремимся к тому чтобы за один раз все отрезать удаляем нашу резинку ну и теперь остается только лишь переломить нашу пленку следим за тем чтобы мы не наехали на колечко опять же переломываем вверх и не за один прием это все должны с вами отрезать нить пока остается у нас здесь отлично теперь я не перевожу к нашему уже колечку и подняв наш весь материал но для начала друзья нам надо установить крючок в удобное положение аккуратненько мы с вами промотали возле самого колечка так чтобы оставалось место и теперь перевели нить там где у нас будет крепится сегментация нашего тела для того чтобы было более удобно можно было сделать сразу а потом закрепить эти все материалы ну я учитывая то что все равно еще буду тело выравнивать ниткой я обычно или так или так делаю поэтому это не столь принципиально ставим для нас крючок в удобное положение и выполним теперь сегментацию нашим люрексом как всегда у колечка делаем один полный оборот выбираем шаг с которым будем двигаться и аккуратненько теперь уже просегментируем наше тело скажу сразу цвет допустим можно использовать в данный момент не только черный хорошо еще себя за зарекомендовал такой близкий бурячковому цвету отлично оставляем в этом месте и теперь уже подхватываем нашей ниточкой люрекс обязательно должен быть выведен под низ и теперь мы все с вами отрежем и вскроем лаком в качестве допустим как я уже неоднократно вам показывал я достаточно часто использую вот клей для вейдерсов но учитывая то что здесь у меня тело достаточно уже сформировано я использую вот такой лак лак клей глубокого проникновения фирмы hands теперь очень очень важно чтобы у нас здесь не было нагромождений я начинаю от загиба и наношу вот так вот небольшими капельками мой лак процедура в принципе то если вы уже делали она понятная и точно так же мы наносим теперь наш лак уже аж до самого колечка следим за тем чтобы мы до колечка не коснулись так как наша мушка очень мелкая работать несколько затруднительно ну и понятное дело что это не за один прием вот такая у нас выйдет нимфа имитация личинки комара щупчиком достаточно хорошо сейчас себя зарекомендовала не только для поимки всякой всякой мелочи но и достаточно хорошо реагирует к тому же и окунь сложно единственное будет это в такой величине вам соблюсти пропорцию головки грудки и всего остального ну и вот друзья мои как вы видите лак наш еще несколько впитается и вот такая симпатичная личиночка будет готова к работе благодарю вас за внимание до скорых встреч